Вот знаете, можно всю жизнь плыть по течению, делать так, как тебе удобнее, так, как было бы спокойнее. И поверьте, можно спокойненько действительно отказаться от всего, пойти там выиграть мажоритарочку, прийти в Верховную Раду, протирать штанишки и приходить и рассказывать, как все плохо, как вот все не решается, жизнь в стране тяжелая. Можно прислушиваться к мнениям тех, кому это не нравится, отказываться. Вот я на себя взяла ответственность, и команда взяла на себя ответственность. И мне много, ну не много, но несколько раз в своей жизни мне говорили, это сделать невозможно. Первый раз мне это сказали, когда я училась в школе, что невозможно получить медаль по окончанию школы. Я после этого удвоила свои усилия и добилась этого. После этого мне рассказывали там, что невозможно заниматься бизнесом, когда я взяла на себя ответственность и создала свое предприятие. Сейчас мне говорят, невозможно создать новую политическую силу, что невозможно изменить ситуацию, что нужно совсем смириться, утонуть в этой лжи и коррупции, имитировать объединение оппозиции и ничего не менять. Так вот, для меня сегодня это знак, знак тому, чтобы удвоить усилия и показать, что ситуацию можно менять, что нужно брать на себя ответственность, что нужно идти вперед, что нужно идти к людям и получать их доверие. И это испытание сегодня и для меня, и для всей нашей команды, и для всех людей, которые в нас поверили. И мы покажем, что главное сегодня это реально предложить план действий, это реально показать инструменты, как можно поменять ситуацию в стране, это реально привлечь новых лидеров. И я уверена в том, что мы продемонстрируем, покажем и получим доверие людей. А сложить лапки, ничего не делать и уповать, как удобнее кому-то. Да, сегодня удобнее, потому что всем партфункционерам, сегодня удобнее замочить новых лидеров, не пустить новых людей в политику и дальше, оставаясь у кормушки, делить страну. Это всем удобнее. И на это можно закрыть глаза. А на тех, кто идут против этого, сегодня можно спускать всех собак. И рассказывать, что они не такие, и что им больше всех нужно, и что они являются неправильное поведение, свое демонстрируют. Поэтому мы взяли на себя ответственность и будем делать все, чтобы доказать, что партия Украина вперед способна реально изменить ситуацию в стране. И мы это докажем. Последний вопрос, Наталья Юрьевна. Слушая вас, я невольно вспоминаю Сергея Леонидовича Тегибко, который во время последней президентской предвыборной кампании тоже в некотором смысле позиционировал тебя как новое лицо, как новую политическую силу, которая является альтернативной и по отношению к власти, и по отношению к оппозиции, и делал это небезуспешно. Если вам, предположим, удастся повторить вот этот вот путь им пройденный, вы допускаете для себя в дальнейшем, скажем, сотрудничество с властью? Ну вот, вы критикуете часто Азарова, отправят Азарова в отставку, а вам, скажем, предложат прийти в правительство на какую-то должность. Дадут там участок работы или предложат участок работы. Даже Порошенко согласился на определенных условиях работать в правительстве. Вы для себя исключаете такой вариант или нет? В отличие от Сергея Леонидовича Тегибко, я считаю, что занимать должности ради должностей и давать обещания, которые потом невыполнимы, и строить и имитировать из себя таких Робинов Гудов, которые сначала все отняли, поделили, а потом рассказывают, как будут внедрять социальную политику, я считаю, это непозволительно. Нет, если вам дадут возможность реализовывать ваши планы и идеи. Реализовывать планы, приходить во власть нужно только с командой, нужно быть уверенным в том, что ты их реализуешь, что у тебя будет такая возможность. Так если будет такая возможность, и такая уверенность у вас будет. Сегодня с той командой, которая находится у власти, это невозможно. Сегодня работает команда Януковича, которая настроена на одно. Это забрать у людей и поделить между олигархами. То есть такая концепция, она не ложится в альтернативную концепцию, когда создать условия. Пока работает сегодня система репрессий, политических, социальных, экономических, нельзя говорить о системе справедливости. Поэтому мы и говорим, и делаем все до того, чтобы поменять концепцию. Понятно, ваш ответ нет. Такое сейчас невозможно. Сейчас невозможно. Поэтому я считаю, что это возможно сделать после выборов 2012 года. Возможно объединяться демократическим силам, возможно объединяться тем политикам, которые придут в парламент, и менять кардинально ситуацию. И это задача, которую мы перед собой ставим. А то, что вы говорите относительно господина Азарова, я об этом как раз вспомнила, когда смотрела ваш ролик о ховосте. Но это не наш ролик, мы его в интернете просто нашли. Я думаю, что в Украине давно работает такая программа. Потому что когда я слушаю высказывания Азарова о том, что жизнь в стране улучшается, о том, что экономика растет, что все развивается, то именно вот эти вот ховости нам и пытаются рассказать и донести. И здесь моя позиция была и есть сегодня однозначная, что это правительство должно уйти в отставку. И мы обязаны сегодня прекратить то разрушение, издевательство над экономикой, которое демонстрируется на протяжении двух лет. Продолжение следует...